Эти кадры с недавней аварией в Зельве. Водитель не остановился перед железнодорожным переездом, хотя горел красный свет, а машинист гудком предупреждал о своем приближении. В итоге машина попала под грузовой поезд. К счастью, обошлось без жертв, что при таких обстоятельствах скорее исключение. Каждый раз останавливаться перед железнодорожным переездом многим водителям кажется лишней предостороженностью. Однако сделать это необходимо, ведь железнодорожные пути являются зоной повышенной опасности. Госавтоинспекция совместно с транспортной милицией постоянно проверяют, соблюдают ли водители эти правила движения. Все нарушения, которые допущены на железнодорожным переездом, заканчиваются очень, если происходит дорожно-транспортное происшествие, заканчиваются очень серьезными последствиями. Вот сейчас последний пример в Зельве произошло дорожно-транспортное происшествие, где два человека госпитализированы. Статья 18.15 Кодекса административных правонарушений, предусматривает административную ответственность от двух до четырех базовых величин. Аварии на железнодорожном переезде случаются редко, но почти всегда с самыми серьезными последствиями. Многие еще помнят ДТП 2011 года в Скиделе. Тогда поезд протянул легковушку почти 200 метров по железнодорожному пути. Под составом погибло три человека, а движение поездов пришлось остановить на несколько часов. Этого могло не быть, если бы водитель остановился перед железнодорожным переездом, ведь машине проще избежать столкновения. Как сотрудники транспортной милиции, так и сотрудники господинспекции уделяют этому особое внимание в связи с тем, что при нарушении данных правил всегда наступают тяжелые последствия. Это гибель людей, увечья и прочее, а также повреждение технических средств и повреждение подвижного состава Белорусской железной дороги. Даже если железнодорожный светофор не горит красным, водитель должен остановиться перед путями и лично убедиться в безопасности переезда, иначе поезд шансов не оставит. Юлия Косила, Анатолий Бояринцев, Новости Гродно+.